Спартак повел 1-0. После перерыва красно-белые не раз могли увеличить свое преимущество, но шансами не воспользовались и фортуна наказала их за столь безответственное к себе отношение. За несколько секунд до конца матча Давид Янчик принес армейцам ничью. 1-1. Зенит сумел воспользоваться осечкой московского Спартака. Несмотря на то, что Кубань борется за выживание, победа потребовала от питерцев титанических усилий. Весь матч хозяева штурмовали ворота голкипера Краснодарцев Владимира Габулова, но отличились только один раз. На 79-й минуте точный удар записал на свой счет Зырянов. Еще в одной встрече дня локомотив обыграл Ростов 2-0. Сегодня ночью завершила свои выступления на последнем сезоне турнире Большого Шлема в открытом чемпионате США Динара Сафина. В матче 1-8 финала россиянка по всем статьям уступила лучшей теннисистке мира Бельгийки Жустин НН. Сафина не смогла навязать сопернице борьбу и взяла только два гейма. 6-0-6-2 победа НН. Александр Кумарин, Вести Спорт. Здравствуйте, Митя ТВ. О погоде на завтра в студии. Татьяна Антонова с информацией Гидрометцентра России. На Дальнем Востоке, несмотря на то, что здесь преобладает пониженный фон атмосферного давления, погода в целом станет лучше. Неспокойно лишь на востоке Якутии и на юге Амурской области. В остальных же районах дожди небольшие, а в Забайкале еще один солнечный и теплый день до 30 градусов. Потеплеет до 25 и в остальных южных районах. На островах и на Камчатке от 15 до 20 тепла. Восточная Сибирь будет находиться под влиянием циклонов, но в их теплой части. Поэтому, несмотря на дожди, везде совсем не холодно. Даже на Таймыре до 13. В центре и на юге Красноярского края до 30 и выше дожди здесь будут сопровождаться грозами. На юге Западной Сибири атмосферное давление растет. От Барнаула до Новосибирска пока еще грозовые дожди, а в Омской области уже без осадков. Потеплеет до 25. В остальных южных областях северный ветер понизит температуру после жары за 30. Днем уже не выше 28. На Урале тихо, солнечно и плюс 18-23. На севере и на западе европейской территории России сохранится пониженный фон атмосферного давления. Причем один из циклонов немного потеснит солнечный антициклон на восток. Поэтому в западных областях средней полосы завтра ожидаются кратковременные дожди с грозами. На востоке центрального района, а также в Поволжье, солнечно и везде при южном ветре тепло днем уже до 25 местами и выше. На юге по-прежнему около 30, восточнее до 36, но погода в зоне фронта неустойчивая с дождями и грозами. На северо-западе, а также на севере опять дождливо и прохладно в основном 11-16 выше нуля. В Санкт-Петербурге время от времени дожди ночью плюс 11-13, днем 13-15 градусов. В Москве под утро плюс 8-10, а днем до 22 тепла преимущественно без осадков. И пока это вся информация о погоде. Я желаю вам всего самого доброго, хорошего настроения и до встречи. Санкт-Петербург 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 Продолжение следует...